Кто я и кто мы? Во-первых, кто я, знакомство, кто я и кто мы. Я Алексей Трофимов и жена Маргарита Окишева. И вместе у нас аберрибатура так получилась, а там получается Алексей Трофимов. Поскольку такое красивое слово, мы его попытались обыгрывать, когда делали вот эти глиняные изделия. Мы там подписывались как атом. И еще такая игра со словами. Пытались расшифровать его по-всякому. И вот у нас наиболее оптимальная расшифровка получилась, которая отражает и сущность нашего творческого подхода. Это акцидентальное творчество, открытое миром. Вот так, значит, последняя формулировка. Ну, акцидентальное, оно связано со случайностью, и мы так для себя как бы проговариваем, что это прихватизация случайности. То есть это спонтанное, скажем так, творчество, где использование может быть эмоции, этого рода белого шума, то есть случайности, и какое-то видение, поиск, когда что-то делается. Если это не жесткая установка на воплощение какого-то идеи, то происходит вот эта взаимосостыковка тех образов, тех мыслей, идей, которые у нас есть, и вот то, что выдает эта случайность. То есть вообще вот этот подход, он был еще Леонардо да Винчи реализован, потом вот у Генри Мура это описывается. И Генри Мур даже практиковал часа, по-моему, два в день, одно время он созерцал созерцание трещин на камнях. И когда он созерцает и в этих трещинах видит какие-то образы, Ну вот, потом у него даже и манера его рисования, она, в общем-то, вот с этими, угадываются эти трещины. И это, значит, вот суть акцидентального творчества. Потом, значит, мы обнаружили, мы вообще 12 лет вместе живем, И мы обнаружили, что, ну, стали разбираться, скажи себе, обнаружили, что мы оба потерпевшие. Я-то как-то еще раньше это обнаружил. То есть, потерпевшие, это, с одной стороны, это слово, как юридически оно трактуется, как... Пострадавшие. Да, пострадавшие. Но и мои проблемы, то есть у меня были травмы, с детства, как бы ряд травм, Потом они, как бы, эта серия продолжалась. Травм, и, может быть, не очень таких, которые с какими-то легкими физическими травмами, Но легкими в том смысле, что не покалечивая, не покалечивая, скажем так. То есть, в этом опыте, в общем, там, за этими травмами, Потом, значит, у нас вот этот, с травмами связаны шоки и шокопроход. То есть, после самого шока, то есть, тут важен, может быть, даже не сам шок, В шоке происходит остановка, во-первых, остановка внутреннего диалога. И вот у меня, поскольку еще с детства, как бы, установка на рефлексию себя, То есть, вот эти два момента, значит, рефлексирование и вот эти остановки, Они, значит, создали проход к какому-то опыту, который, я считаю, что он уникальный, И его стоит, ну, не только стоит, значит, высказать, но даже, как бы, в каком-то роде это, Может быть, сейчас я вижу, что это и моя миссия, то есть, его изложить. То есть, этот опыт выводит на какие-то, может быть, основы сознания. Ну, и вот этот шок и шокопроход я описывал в сообщении потерпевшей. А нет, шок, как раз шокопроход, сообщение называется. Там где-то 10 ряда, то есть, развитие идет. Сперва первые какие-то вышибания, причем это, да, эти ситуации, Где вот эти шоковые, или остановки, или вот шокопроходы происходили, Были эти состояния, значит, где возникали эти состояния. Они, как бы, имели вот этот ряд такого развития. В начале, когда, во-первых, вот это состояние шока, оно очень неприятное. В какой-то момент какие-то очень сильные шоковые, связанные, ну, с неприятными ощущениями. Их даже потом было трудно вспоминать. Но потом вдруг оказалось, что в этих шок, по мере привыкания к этим состояниям, Что отрицательность куда-то уходила, и оказывается, в них можно было даже действовать. Ну, можно даже сказать, жить и действовать. Это, значит, одна сторона вот этого, развития этого процесса. То есть, шок его и нахождение в нем. Нахождение в остановке, ну, в первую очередь, остановка диалога. Иногда это, может быть, какие-то стоят тут такие понятия по типу, как у Кастанеды. У него остановка диалога и остановка мира даже. И между ними, может быть, еще можно какие-то остановки увидеть. Обозначить какие-то еще ряд остановок. Сразу же вопрос. То есть, ваш опыт как бы уникален тем, что обычный человек, который бывает в ситуации некоторого шока, Он эту ситуацию забывает. А у вас, поскольку... Вытесняет. Да. Поскольку вам удалось ее не вытеснить в этом смысле, либо помнить. Либо у вас было несколько таких ситуаций. Вы знаете, вы к ним, грубо говоря, привыкли и смогли ее сохранить для нас, грубо говоря. Нет, не то что, а еще как бы вот люди, ну, из шокового состояния людей надо выводить. То есть, ну, психотерапевт помогает там это самое, все это. И как бы возвращает нормальное состояние. А что есть вообще тогда нормальное состояние? Может быть, вот это вот нахождение в шоке как раз, вот там, где повышенное вот это вот все сознание, когда все мелькает как бы это самое, как калейдоскоп перед глазами, и быстрое действие происходит. Ну, может быть, именно это нормальное состояние? Не надо из него как бы, ну, людей так особо выводить. Ну, как вот? Конечно, надо, в общем-то, в том смысле, что там и болезненные ощущения, и все это, в общем-то, и психика страдает. Но это, как вот сказать, просто этот шокопроход еще позволил как бы ощутить, что вот, и все-то, оказывается, люди потерпевшие. То есть, как бы, вот, когда произошло отпадение, да, вот еще, ну, Адам и Ева там вспомнили вот это все. Ну, то человек стал как бы потерпевшим, то есть он, ну, это, поврежденный. Грехопадение вот это все. Ну, и вот этот вот шокопроход, который человек проходит, как бы, вот, сквозь жизнь всю свою. И если он осознает себя потерпевшим, если он начинает, как бы, вот эту работу со своим вот этим вот повреждением, то он уже, как бы, на пути к духовной работе или, ну, к работе вообще над собой. Ну, это похоже на травму рождения, проживание травмы рождения. Ну, примерно. Ну, дело в том, что мы обычно ее забываем, никто о ней ничего не помнит. Да, но зато вот такие вот эти примеры, они, как бы, помогают это все вспомнить. Ну, вот я и говорю, что, то есть уникальность у вас состоит в том, что вам, как бы, вы говорите, что вам удалось сохранить эту ситуацию. Сохранить и осознать. Сохранить и осознать. Шока, осознание шока, и нам ее предложить, да? Да. Я как-то встретил, это лет двадцать назад, это когда перестройка где-то началась, насколько там, да. Встретил книжечку небольшого пиража, правда, я еще сейчас пытался найти, никак не мог. И, по-моему, это автор был Магомед Мамаев, и у него она называлась синдром потерпевшего. Именно вот в первую очередь оттуда вот это слово потерпевший, я за него зацепился. Вообще эта ситуация, это постсиндром, посттравматический синдром, да, и там еще ПСС, четыре буквы еще какое-то есть у психолога, как название. Вот. И предполагается, что если человек побывал в этих состояниях, а причем, когда вот я, значит, просматривал в интернете, что очень много людей оказывается, и чем больше... Это недавно начали изучать, и чем дальше изучать, то оказывается, что чуть ли уже вот сейчас 60% сталкиваются с этим синдромом посттравматическим. Вот. Но у психологов вопрос стоит, значит, как вернуть его назад в нормальное состояние. И вот вопрос, а есть ли то нормальное состояние, есть ли оно норма, и есть ли, значит, вот этот пережитие, вот у меня конкретно, через ряд этих шоковых состояний, что не позволило как бы этот опыт забыть, но он все время потихонечку тюкало-тюкало и возвращало к этому, и в результате, значит, он мной был как бы освоен, этот опыт. Еще, значит, такая вот этот автор Магомед Мамаев описывает, да и вот там, где, значит, вот это описывают психологи это состояние, что оно часто приводит, то есть его называют, допустим, афганский синдром, чеченский там, ну или вьетнамский. И начали с того, что психологи, по-моему, в Америке начали его, внесли в какую-то... Есть психические заболевания под таким названием, да? Есть там какое-то свершение, такое даже читал ему. Да, и тут вот этот автор, допустим, Магомед Мамаев, он описывает, что люди, пережившие, допустим, вот он начал изучать Чечню или Афган, значит, побывавшие, которые вынуждены были действовать в необычных условиях, ну, самоосознавания, может быть, даже и морального, и физического, ну тут целостности. Возвращаясь на гражданку, потом они потихонечку начинали, допустим, либо у них здоровье слабело, слабело, и они в конце концов умирали. Либо где-то попадали в какие-то ситуации, ну, не обязательно острые, а просто под машину человек мог попасть и так далее. То есть с ним происходило вот этот, то есть вторая сторона еще идет при, то есть эти состояния вызывают еще более длительные процессы, более глубокие длительные процессы, связанные, ну, вот, может, языком таким, по-моему, Берн, он мартидона себя, мартидона других, вот эти термины употребляют. То есть человек мартидона себя, начинает сам себя, вот почему я не такой, начинает вот эта отрицательность. У меня, допустим, я когда, ну, вот, в детстве зуб сломал, я очень переживал, что я вот не такой, как все, и что вот я чего-то важного лишился, но, правда, я при этом начинал, как бы, рассуждать, а вот если у меня пальцы, допустим, бы не стало, остался бы я, как я, ну, вроде бы, да, значит, а вот эти все руки, ну, и так далее, уменьшая, в принципе, до... Ну, даже если головы и мозга лишиться, то, наверное, ощущение было, что нечто остается, тем более был такой, как бы, опыт переживательный, когда в детстве остро воспринимаешь смерть близких или вот соседей, у нас тут, ну, чуть-чуть постарше, но, можно сказать, наш ровесник парень утонул, и вот, когда его хоронили, было просто ощущение, что он не умер, а здесь в пространстве находится, то есть ощущение присутствия. Но вот это переживание самого присутствия, как своего, так и других людей, когда контактируешь, особенно с человеком, у которого вот это присутствие, и то, что за ним стоит, как бы развито, разработано, можно сказать, вот, но это, я думаю, дальше, если вот там по плану двигаться. И вот это мы, коротко, значит, потерпевшего проблему, то есть, пережив вот эту ситуацию потерпевшего, то есть, пережив в малом или каком-то, ну, локальном опыте, вот это, именно пережив, то есть, пере... Есть такая усилюка работы, технология переживаний, где он переживание рассматривает как, ну, ощущение, то есть, вот, ощущение, ну, какого-то лирического состояния, да, и переживание, как пережить, может быть, вот то, что, ну, на исповеди, допустим, в церкви происходит, с человеком, если он, конечно, глубоко это переживает, и, то есть, у него у нас опыт к каким-то уровням, ну, вот, отрицательная, допустим, составляющая снимается. И вот здесь тоже, в результате вот этих переживаний, вот эта отрицательная часть этого опыта, которая уже не столько какими-то ситуативными, физическими, неприятными ощущениями связана, а с более вот этим глубоким пластом переживательным, который приводит к тому, что человек может и не пройти, и, скажем, умереть тем или иным способом. Вот. И если это происходит, то человек, как бы, начинает, видите, вообще, он принимает вот эту свою попорченность, она, потому что психологически ему, что он вот какой-то не такой дается, и, в общем-то, потом видит, что и в самом принципе человека есть эта попорченность, ну, вот можно с образом библейским сравнить, вот, когда, с образом грехопадения, то есть изначально, ну, греховность, вот, для нас это как изначальная попорченность. И, значит, это то, что касалось потерпевшего. Дальше, значит, у нас такая тема человекософия. Поскольку все современные, в основном, науки, ну, вот и философия, если она и начиналась с проблемы человека, то потом как-то, похоже, переориентировалась. Тут мы не очень сильны философией, поэтому я так вот говорю, наверное, она, наверное, переориентировалась на науку, и можно сказать, что наука-софия. Ну, если по-русски наука-софия, человека-софия. То есть и нам было бы интересно встретиться с такой дисциплиной, которая переносит акцент именно на человека, на его... на его проблему, проблему обыкновенного человека. не вот этого субъекта, ну, науки, как сказать, который... Не абстрактного субъекта? Да, не абстрактного субъекта, а конкретного. То есть человека, причем человека с телом. Телесного. Телесного, да. И тут такие понятия еще... То есть я как-то прочитал у... у философа... русский философ... сейчас потом вспомню, он, значит... Ну, это не только у него есть этот термин, значит... Большой и Маловый разум. Философ? Нет. Философ начала века, христианский философ, ладыжинский. Большой и малой разной. И человек с телом, то есть само тело, в результате вот этих шоковых состояний и шокопрохода, там был выход на состояние отлучения внутреннего диалога, в котором действия происходили спонтанно. Но при этом сохранялось самоосознание. Вот, допустим, такой пример. Я как раз в Петербурге жил, поднимаюсь в метро к Чернышевской, и впереди мужчина едет с пуделем, он его провел в рюкзаке, а тут он его ведет на поводочке. И что-то мне как-то так это по ситуации показалось, что это как-то неправильно, я, значит, поднялся выше, и когда уже на выходе в метро сошел с эскалатора, и выхожу, и вдруг, значит, шум, писк, у этого пуделя, значит, шерсть на задних лапах застряла под эскалатором. И в этот момент, значит, все окружающие люди, значит, сразу развернулись и бросились, вот первая реакция, бросились туда. И в результате пробка там образовалась, но правда вовремя выключила эскалатор дежурная. Туда это на выход, смыслы? Ну да. Наверх? Нет, на выход, смыслили все, смотреть, как он потихает потом. То есть просто посмотреть? Да, но помочь-то они все равно, что ничего не надо. Причем это не просто помочь, помочь это мы, вот уже потом объясняем, тут было не помочь, а вот первое сразу же движение, это всплеск, то есть андреаналиновая реакция, и в общем-то реакция такая, которая возникала, вот как-то у нас была тут с приятелем такая ситуация, что мы еще, ну маленькие, одна собака на нас все время лаяла, и мы как-то шли, и в нее камнем кинули, и ну из-за бугорка попали, в общем-то. Она забежала, это, на дороге, и собаки, которые, собаки моего приеда, они бросили себя доедать, то есть у волков и у собак, когда, ну у них вот эти ситуации, у них получается, вот это инстинкт, ну об этом пишет Джек Лондон в белом клыке, то есть если собака упала, то все бросаются ее доедать. И тут вот какая-то подобная, из подобных реакций, ну не обязательно доедать, конечно, люди вороваются, но именно к месту пришествия все бросились, ну вот теперь значит за человека Софию. Там мы на сообщении своем мы нарисовали карту человека, так мы ее назвали, да, карта человека. И там поле из четырех, поле мы разбили на четыре сектора, и в нижней части у нас получилось, что, да, еще до этого, значит, что в основном, скажем, вот, ну философия говорится о бытии. И бытие как раз оно из состояния проживания человека, из мышления, когда он живет мышлением, ну проживает из мышлением, и из мышления, и из, в общем, опосредованности. Если появляется зазор между, в общем, нам показалось, что стоит, и даже может быть философией, вернее, это уже, ну будет ли это философией, поскольку это будет уже, должно исходить не из мышления, может быть, а из описания сознания, что ли. Вот. То есть вести понятие житие. Житие. Иногда читаешь, ну, некоторых философов, и они вроде бы пишут о житии, но называют тут же это бытием, и это дает вот это смещение понятия, как мне кажется, важное. Потому что именно, ну вот, Бердяев, он много пишет о, вот об этой, ну, апатье, о том, что человек потерял вот это ощущение на жизни, отчужденность, от жития. Вот. И потом, значит, когда мы нарисовали вот эту карту, у нас получилось, что вот мы внизу расположили как раз вот это житие, и получилось, значит, на карте четыре сектора, и в нижнем, значит, слева мы расположили житие, и, а слева его попорченность. И когда вот эта попорченность возникает, и если она достаточно сильно или накапливается, то происходит движение в сторону, вот наверх, как раз к форме проживания в виде бытия. Ну, и его попорченность тут же, рядышком, ну, можно шизоидность назвать, тоже некоторая попорченность уже бытия. И вот, я как-то вот был оттой, ваш, вернее, прослушивал доклад старый, и там была Аня Митша посвящена. Да, и там вот как раз вот эта ситуация, она сюда укладывается, что житие как раз вот там, где досократовские, вот эта форма жизни, собственно говоря, и философ происходит из этого. Потом вот эта порча, дионисийское начало, да, вот на нижней, значит, вот этой. Да, потом походят паучи, люди устремляются к абстрактному бытию, да, от этого, и возникает начало аполоническое. Аполоническое, то есть вот в этой клеточке... Ну, разница состоит в том, что дионистическое начало, оно как бы общественное, коллективное начало, а аполоническое, оно индивидуальное. Ну, не обязательно. И происходит индивидуация. Ну, не обязательно. Может быть, не обязательно, но как бы логика именно такая, что именно попорченность состоит в том, что человек отделился, вот, он был принадлежат к чему-то общему. Я думаю. В этом сам смысл. Это миф о Дионисе, который разрывает их. В дионисийских праздниках он опять возрождается в виде процессии эргоистических. Нет, там другое, что дионисийское начало, оно по большому счету как некое изначальное экстатическое переживание бытия. Переживание бытия не отдельного человека. Понимаешь, это очень важно, что именно коллективное. Оно возможно только коллективное действие. Я думаю, что есть такое переживание, которое равнодушно к тому, что коллективное оно или общественное. Оно не вызывает индивидуальности. Ну ладно, это так. Это комментарий. То есть, грубо говоря, есть противопоставление между жизнью как таковой. Почему Бергей вспомнил? Потому что он считается узким экзистенциалистом. То есть есть некоторые переживания просто как таковое, переживания экзистенции, существования. Полное такое, красивое. И есть, грубо говоря, абстрактное бытие, ну как, например, бытие человека или бытие стакана с водой. Или что-либо еще. Да, и так понимается. Да. Поэтому ясно, что в каком-то смысле и его экзистенция, то есть вот эта экзистенция, то есть GTN, во вашей терминологии, она тоже может быть попорчена. По каким-то причинам. Это, кстати, тоже достаточно интересно. А как вот отобытие вот это абстрактное, оно как может быть попорчено? Вы говорили здесь о шизоидности. Шизоидность. Ну, сама современная культура, которая на человека опускает вот этот груз информационный, например, технологии, ну, телевизионные. А, я понял, понял, да. То есть речь идет о том, что она, грубо говоря, бытие, например, стакана с водой противопоставляет, грубо говоря, ну, скажем так, его медийный образ, то есть его описание. Что оно вот такое, с водой, вода, типа того, что все есть вода, в смысле по лесу, то есть, или к чему-либо еще. То есть у нас возникает, грубо говоря, перегрузка простого бытия вещи на многообразие его смыслов, многообразие его описаний, да? Или нет? Нет, скорее здесь противоположность между жизнью и нежизнью. Тут возникает, возможно, вот эта ситуация множественного, ну, субъекта, возможно. Ну, множественного субъекта. То есть, грубо говоря, вместо вот простой, плотной вечности и вещи, мы имеем многочисленные описания. Игорь, не надо тут навязывать хайгерскую интерпретацию. Вопрос здесь, знаешь, вот еще, скорее, может помнишь, что я говорил про два сознания? Ну, это я сам уже вспомнил, да. Именно об этом, может быть, речь идет как раз. Ну, вот насчет плотности вот как-то отвлекается, и у нас вот это есть понятие, в первую очередь, ощущение вообще, то, что мы говорим, в первую очередь, от какого-то опыта исходим. Потом у нас... А вот еще вопрос, а правильно я понимаю, что вот то, что называется житие, оно всегда мое? То есть, оно житие всегда одно конкретного человека. Оно является непередаваемым. А в то время как вот бытие, скажем, или бытие чашки, оно, в смысле, многообразно, то есть, оно передаваемо. Или нет? Скорее всего, нет. Тоже непередаваемо, да? Нет, почему? Вообще, вот как бы вот, ну вот в обществе получается так, что общество, то есть, человек для общества. То есть, существует как бы вот эта самая общественная вот эта вся машина, которая подчиняет себе человека. И человек, он в ней как бы винтик гаечка. А если вот переложить это все наоборот и сделать общество для человека, то есть, может быть, и вообще и культура пойдет совершенно по другому руслу. Я просто хочу сказать, когда я говорю о чашке, ведь на самом деле, когда общество давляет на человека, оно давляет не так, что оно дает ему какие-то приказы, а в том смысле, что оно подсовывает язык описаний, грубо говоря. Таким образом, что его экзистенциальный опыт становится несущественным и неописуемым. А в то время как эта чашка, эта чашка, она описуема. Вот и чашка, чашка полная воды во всем политическом описании ее, это, грубо говоря, тоже способ диктата общества над человеком. Ну да. Но тут, скорее всего, вопрос о личности уже, о навязывании личности как как раз субъекта ответственности. То есть, психология – это вторая позиция. В житии человек осознает себя переживать в первой позиции. Это у психологов первая позиция. Вторая позиция – это вот зеркальная уже, это у Лакана описывается как зеркальная, но возникает после того, как ребенок начинает себя в зеркале узнавать и смотреть на себя со стороны. И он начинает вот этот переход на то, что он начинает осознавать именно себя со стороны. И это есть вот как раз вот эта отчужденность от себя, то есть от своего жития. И чем дальше, тем больше. То есть у меня вот этот опыт очень острый. Я в какой-то момент, получилось так, что где-то четыре с половиной года, и я вдруг в тот период, когда дети, допустим, очень доверяют словам, вплоть до того, что они, значит, как я читал у психолога, значит, если они, ребенок говорит «мама, мама», и его что-то, допустим, ударился, ему больно или обидели. Он, значит, плачет «мама, мама», и мама должна появиться, как бы, по его ощущениям, сейчас вот появится, или, по крайней мере, на каком-то уровне появляется, и поглаживает его, значит, рукой. То у меня, значит, здесь вдруг такие переживания были, что я вот находился как раз на кухне, и смотрю на стол, и думаю, что может это не стол называется, как бы, может это стул называется, или как-то еще. А вот это может не окно, а, ну, еще каким-то словом. А я, может, не Леша, а как-то меня по-другому зовут, ну, может, зовут, или как. И вот это состояние такого сомнения глобального, причем сомнения не только как сомнения в каких-то вещах и названиях, даже не вещах, в названиях, скажем так, в словах, а сомнения как тотальное состояние, то есть в этом состоянии выключенность как раз диалога, ну, во-первых, вот сомнения всем словам предъявляются, и это состояние, где достаточно сильно вот как раз слышно, через него слышно самоосознание, то есть кто я действительно без вот этих ролей, без внешнего описания, а как я изнутри себя осознаю. То есть вот как раз вот это первая позиция. Был еще такой опыт, ну, вот почему, кстати, детские вот такие опыты, значит, я на них опираюсь, на них очень вот это, остро вот эти переживания, и переживания, это не просто, мне кажется, мои какие-то субъективные переживания, а не переживания те, которые характеризуют в общем природу человека. Просто вот мне, в связи с моим каким-то уникальным вот этим опытом, это более, значит, оказалось доступно, и поэтому, когда я их описываю, то, вероятно, каждый может услышать подобные переживания, как если у него они были, а чаще всего, мне кажется, они были, либо, по крайней мере, сопереживая, он может услышать, пережить совместно, потому что эти переживания их... И вот как раз тут вопрос насчет того, что насколько человек, как бы, вот в житии, как бы, насколько он индивидуален, или все-таки вот общественно, ну, вот это... То есть человек, когда он, вот как раз вот в этой первой позиции, он может переживать, ну, как бы, транс-личностное, ну, то есть, как оно называется? Трансперсональное. Трансперсональное. И как-то еще есть слово, ну, объединение вечности. Сами переживать, ну, в каких-то опытах телесных можно переживать, допустим, себя одновременно и своим телом, допустим, только телом, допустим, и чужим. В каких-то психологических, ну, в разговорах, связанных с какими-то, со смыслами, в разговорах таких, где вот это обостренные психологические, смысловые переживания, можно переживать и общее, то есть, общее присутствие. Причем можно слышать и присутствие другого, но и вот это общее, оно, возможно, переживается как усиление своего присутствия, как бы пространство внутреннего разворачивается и увеличивается либо по объему, ну, либо, может, я не знаю, как сказать, по мощности или по стратегии. По интенсивности. Что? По интенсивности. Интенсивность, да. Вот, допустим, люди, которые как-то занимаются собой, спортсмены, допустим, или шахматисты, или люди, которые работают как-то умственно еще. Вот у меня, допустим, сосед, он очень много с собой физически, и как бы ему приходить, он тоже потерпевший, ему в детстве, там, лет пять было, и сказали, что он вряд ли даже выживет, какие-то были с почками у него проблемы. Потом, все-таки он выжил, его, значит, врачи говорили, что надо на сквозняке никак нельзя, то есть, одеваться потеплее. Но он, в конце концов, плюнул на все это и стал лезть наоборот в воду до самой поздней осени, значит, с бреднем, причем залезал в самые первые ряды, то есть, глубже всех, значит, с этим бреднем. И в результате, значит, у него здоровье, то есть, соматика, в его присутствии, это, значит, слышно сразу, меняется пространство, ну, свое самоощущение, скажем так. И вот, когда, значит, какие-то вопросы практически возникают, стоит только к нему обратиться, поговорить, и в его пространстве вдруг голова начинает включаться по этим вопросам, и вдруг, значит, ответы приходят как бы сами собой, и это самое главное слышно, вот это, когда он погружается, то есть, в те вопросы, которые, скажем, ну, вот я ему задаю по какой-то ситуации, и это слышно, как бы, пространственно. То есть, это ощущается, на какой-то дистанции это слышно. Как слышно, допустим, я как-то работал с одним человеком, у которого жена, хостянка, она ездила как раз какому-то старцу, тогда самый сильный считался, это еще вот только конец застонных годов, старец, который мог вес их отсчитывать, и он ей позволил, она была достаточно подготовлена, она там постилась, какое-то время подготавливалась, вот, и он ей позволил присутствовать при отсчитке, вот это все очень сильные у нее были переживания, и когда этот приятель приехал на работу, и он вот так, буквально перед мне это состояние, вот так немножко наклонил голову, и я услышал вот это, ну, то, что духом называется. И потом у меня даже ряд, ну, правда, я до этого читал вот как раз, тогда в самом издательстве, старец Силуан, работу как раз, то есть, в эту тему немножко погружался, и у меня даже были некоторые, ну, если так, уже, надеюсь, это было индийскими понятиями, сихи некоторые, то есть, я вот, стоя рядом с человеком, слышал, что у нее зуб болит, слышал, какой, говорю, у тебя вот этот зуб болит, ну, еще там какие-то такие вещи, значит, ну, это попутные, значит, эффекты. А вообще, как бы, вот и, допустим, такой еще случай, как бы, вот мы в Девяткино жили, там бабушка с соседней улицы, как раз какая-то неделя была, то ли пост, то ли что, когда много слух в церкви, и вот когда, как-то мы встречались, если с ней разговаривали, буквально на расстоянии, значит, я даже, как бы, вот это, подходя, ну, ближе дальше, значит, где-то на расстоянии метра полтора ощущается вот это состояние ее, вот этого христианского духа, что ли. Ну, его вот если так охарактеризовать, можно, что когда говорят в сказках, здесь русский дух, здесь Руси пахнет, ну, под Русью, как, когда читаешь, как бы, ну, автор, который эти вопросы разбирает, что это Русь раньше была такая большая, что она, ну, это все человечество, то есть человеческим духом пахнет. И это, в общем-то, ощущается. Ощущается, как некий, вот, может, вот этот дух, запах, но это сложно описать, это ближе, может, если описывать через запах, ближе, как, атосный ощущение. Отсосный, а? Отсосный, как отсосный запах? Отсосный? Нет, по-моему, оту telephone запахнет? Я неправильно говорю. Ну, это уже какие-то хеллингерские, да, там, темы. А, но я вот. То, что есть дух, и то, что его можно ощущать, и не только в расстановках Хеллингера, но, в принципе, и в обычной жизни. Потому что обычная жизнь – это тоже своего рода расстановка. Расскажите, да, нет, это такой вопрос. То есть, правильно ли я понимаю, то есть, грубо говоря, то, что вам, претерпев, удалось как бы сохранить контакт со своим как бы с малым сознанием, что другим я, вы таким образом, благодаря ему получили определенного рода дары. Вот эти дары, они как раз застают в том, что вы можете чувствовать и понимать то, что происходит с другими людьми. Вот так, активно. Да, чувствовать не всегда, но вот ситуативно, когда какое-то включение. Да, я хочу сказать, что вы как раз хотите сказать, что благодаря вот такому опыту, опыту потерпевания, опыту потерпевшего, у вас это такая функция и включилась. Да. И там, где мы эту схему, то есть, вот это в теме сообщения, в сообщении потерпевшего мы рассматриваем, там еще рядом шок и шокопроход. Вот. Именно шокопроход как соединение с тем, что у нас подключено. То есть, это не просто какое-то, скажем, мое достижение, приобретение. Это восстановление. То есть, это вот соединение как раз большого и малого разума, то есть, проход между ними. Там, где у людей обычно разрыв, причем вот этот человек, тогда наше утверждение такое, ну вот получив вот этот опыт, мы видим, что человек потерпевший изначально, то есть, он отлучен от своего вот этого большого разума. И восстановить этот пароход, не потеряв завоевание малого разума, то есть, не просто назад в природе, ну в природе, пусть туда же духовно. Ну, что и рассказывал с вами. Да, и это третье состояние, которое мы называем состоянием умности. Для себя назвали. Оно такое тонкое состояние, где, может быть, характеризуется через то, что у постструктурализмов, структуралистов французских описывается как резома. Но вот мы описали, как для себя определили. То есть, логос противопоставляется резоме как состоянию. Ну, скорее, еще идет в логосе, чтобы нечто прямолинейное, а в резоме разветвленное, не имеющее какой-то определенной логики, скорее, как корень, как дерево. Эта логика может ситуативно, знаете, включаться, вдруг вот эта линейность какая-то обнаруживаться, потом она может, когда переживание, ну вот может у Кастанеды, когда лицо текучее. Я несколько раз переживал такое состояние, когда с людьми, с которыми общаешься, лицо как бы воспринимается как текучее. Ну, во-первых, время замедляется в этот момент. Это еще одна тема, вплоть до того, что вот, это я себе отметочку хочу сделать, что в отношении времени как бы есть вот у меня переживание, отчетливое замедление времени и вообще проживание, нахождение себя в моменте. Не вот в этом текучем времени, которое время интервала, но связанное с интервалом, а время связанное с моментом, но еще время, может быть, не так оно хорошо осознается, но все-таки время, которое есть вечность. И у нас вот так три модуса времени получается. Собственно, само время вот это интервальное, миг и вечность. Миг в дзеновских хорошо описывается. Ну, астрономическое время, можно сказать, внутреннее время и вечность, да, как бы отдельно. Да. Вот это астрономическое время, но если это выносить... Ну, мы же измеряем это время тем, что какие-то процессы вовне происходят, и мы это время внешнее астрономическое измеряем этими процессами. А миг, ну, как осознается? Ну, вечность я еще могу понять. А миг просто, ну, как, разворачивается или что? Вот в том примере, я там недоговорил, когда, значит, с пуделем, у которого лапы застряли, я немножко недоговорил, стала реакцией у людей, как бы, а у меня в этом месте реакция, что у меня, как бы, время замедлилось, я поворачиваю голову, это, как бы, все очень медленно происходит. То есть два времени, вот это внешнее время, вот это астрономическое, оно, значит, замедлилось. Причем это и в других ситуациях, так происходит, в ситуациях, которые требуются в спонтанности. То есть ваше внутреннее время резко ускоряется, поэтому возникает ощущение, что внешнее физическое время останавливается? Это если мы будем объяснять, пытаться объяснить, как это, да, мы тогда, скажем... Ну, есть внутреннее ощущение, а есть попытка его понять. А, то есть это все-таки объяснение, а не феномен, да? Да, да, да. Если я описываю вот изнутри, то оно просто... Я при этом проговариваю так, что это замедляется время. То есть я поворачиваю... То есть внутреннее время, конечно, ускоряется, просто внешнее... По отношению к внешнему получается, что оно ускоряется. Но внутреннее я это воспринимаю, как замедление моего времени. Это одно. И в то же время, значит, вот этот миг, но он связан как раз с самоосознанием. То есть возникают как бы два потока, а вообще-то в пределе там три потока. Поток вот этой как раз связанной с... Поток проживания и спонтанности вот этот. И он связан с замедлением времени. Проживаться как замедленное время. Поток обычного времени, он с мышлением. Оно воспринимается, что это время рядом присутствует. И свое мышление осознается. И, в общем-то, оно может выносить добавку, если это ситуация какого-то действия, которое... То... Это не просто спонтанность, как автоматическое действие. В боевых искусствах я немножко боевыми искусствами занимался. Там понятие, вот скажем, чем вот эти искусства, которые с приставкой «до» отличаются от европейских. Скажем, дзюдо европейское, вот лет 20 назад, я когда книжки просматривал, там польская школа была, дзюдо сильно развита. И там любую книжку просматриваешь, везде говорится об автоматизме. Добиться автоматизма, наработать автоматизм какой-то. А в боевых искусствах, которые, ну, как кунг-фу идут, не как искусство, не драка, а кунг-фу, или с приставкой «когда это до», там. И тоже дзюдо с приставкой «до», оно добивается состояния осознанности. Осознанность — это как раз включение самоосознания. Боевые искусства по типу ближнего боя, где соответствующее положение не каких-то длинных блоков, которые предполагают разрыв дистанции, а вот это там подставками, значит, называется, по типу как винчунь. Короткий удар и вот эти подставки. И отсюда повышалась очень, значит, вот эта плотность проживания, интенсивность проживания. И как раз происходил выход на вот эти состояния спонтанности, замедление времени и, в общем-то, то, что можно сказать, не деяние. То есть воспринималось это, допустим, так, что когда какой-то, ну вот мой приятель, скажем, собирался сделать удар, и я заранее как бы чувствую это, возникало ощущение какого-то холодка, куда рука просто втягивалась вот в это место, где, значит, откуда эта рука уходит, снимать защиту. При этом, значит, самоосознание присутствует, и вот такая техника, она создавала ситуацию именно контроля. То есть я вот до сих пор, значит, могу взять, ударить, значит, остановить с легким касанием, значит, рукой. То есть вот эта ситуация ответственности, чтобы не покалечить друг друга, она создавала вот эти предпосылки, и плюс-плотные ситуации, она создала предпосылки перехода как раз вот то, что связано как раз с шокопроходом. Ну, то, что я вначале пережил как шокопроход, затем я, значит, уже вот здесь стал этот шокопроход как бы осваивать еще в большей степени через вот эти боевые искусства. Воевые искусства, ну, вообще искусства по типу дзен, они все направлены на это. Хотел сказать, что есть такой автор Кацуки. У него есть очень замечательная книжка «Практика дзен». И он, значит, интересен тем, что он сам учитель, и он, не уходя в монастырь, практиковал дзен и дашь их просветлений. И он описывает как бы вот эту максимально эффективную практику, с одной стороны, с другой стороны, за этим стоит принцип. Принцип того, что есть вот как раз достижение вот этого достижения или восстановления самоосознания. И оно заключается, то есть вот эта практика дзен заключается в том, что садясь, ну, лучше всего в позу лотоса. Вот поскольку, допустим, я не могу в позу лотоса садиться, я попробовал, значит, сидя на стуле. И там очень важно, значит, сесть правильно, то есть на краю стула, положив живот немножечко как бы на колени, вот это положение поймать. И когда делается при этом, как стараются делать больше, больше выдыхать, меньше вдыхать. То есть тем самым объем воздуха, находящегося в легких, уменьшается, ребра ложатся друг на друга, опора идет, значит, на ребра и сзади, ну, подвоночник, при этом, конечно, все прямо выстроено, чуть подбородок подтянут, здесь по энергетике какой-то замок есть. И потом еще идет такая добавка, что звук У, и по-китайски это, по-моему, пустота означает, то есть это еще и Каан, как бы, медитация на Каан, ну, может быть, для европейца достаточно этот звук производить. Он как раз дополнительный, несколько раз вот это У, 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 выдыхание, потом короткий вдох и снова выдыхание. То есть так, типа, И вот уже такое какое-то достигает состояние, когда даже вот по голосу, наверное, слышно, что воздух из-за легких вытеснений, дыхание происходит только животом, причем в какой-то момент возникает ощущение остановки дыхания, хотя такое ощущение, что вентиляция происходит. Но это ощущение, как на самом деле, что происходит. Что этим достигается? Этим достигается, значит, основной, значит, смысл вот этого упражнения в том, чтобы достигнуть максимального полного расслабления всех мышц. кора головного мозга, у него нет своего источника, как Кацуки пишет, она питается как раз энергией, ну, энергией от мышц поступает. И для того, чтобы выключить полностью внутренний диалог, причем не так, когда часто, ну, в каких-то эзотерических духовных практиках, когда пытаются выключить, ну, фактически контролем, то есть это напряжение, напряжением того же, как ума, получить контроль над умом, над мыслями. И это всегда, ну, происходит некоторое деяние. Но деяние происходит тогда, когда тело полностью расслабляется, но остается, как бы, не расслаблены самые глубокие мышцы, формирующие вот этот, ну, острый, каркас тонуса. Это даже брюшные мышцы. Это не порез, а более даже глубокие мышцы, значит, спереди это вот эта брюшина, свод вот этой полости брюшной. И сзади эти мышцы через сухожиды дотягиваются до головы, и голова, в общем-то, да, вернее, не до головы, до плеч. И тело находится в прямом состоянии. И когда происходит вот это, значит, полностью выключается питание мозга, энергетическое, то происходит и его остановка ума. То, что вот еще в Дзене говорят, что ум – это мельница, которая должна непрерывно молоть. Или осел, которого, значит, колышек привязывает, он по кругу ходит. И вот эта проблема остановить, достигнуть внутреннего диалога. Но если человек останавливает, допустим, ложится, расслабляется, он засыпает. Но в данном случае происходит как раз вот это напряжение вот этих мышц, которые держат вот этот позвоночный стоп, вот этих наиболее глубоких мышц. И они не дают заснуть, да? А? И они не дают заснуть. Они не просто не дают заснуть, а они дают вот эту энергию на мозжечок. Их энергию идет уже не на корова, а на мозжечок. И мозжечок, получается, он и есть тот самый светильник, который… Ну, вот я параллельно провожусь Евангелием, там, где не ставят свечу под кровать, ну, и зажегшую свечу, по-моему, не ставят ее куда-то там. То есть, есть светильники во многих традициях, вот эта схема светильника. Может быть, мне так подумалось, что вот, когда пещера Платона, там говорится о выходе к Солнцу. Но просто выйдя к Солнцу, мы можем… Просто этот светильник у нас потухнет, и мы окажемся без вот этого включенного мозжечка, который создает вот эту внутреннюю подсветку. То есть, это и есть самоосознание. А здесь вот противоречия-то нет между тем, что вот вы говорили про малый разум. А разве малый разум не включается только тогда, когда выключается большой? Как раз вот это вот самоосознание, оно связано, скорее, с большим разумом? Самосознание-то да. Для кого-то малый действительно он включается, или он все время живет самостоятельной жизнью, просто мы с ним не связаны. Вот, допустим, человек типа меня, он, находя ситуацию большого разума, он с малым не связан. Нет, он просто выходит как бы на большой разум. То есть, не то, что там он связан, не связан. В малом разуме мы постоянно находимся. То есть, это совершенно нормальное состояние человека. Нет, пока что, подожди, давай ты скажешь так. Всегда в малом разуме. Всегда в малом находится, наоборот, да? А, то есть наоборот, в малом. То есть, вы вот тот разум называете большим? Тот большой, который... А большой все время подключен, или он... Он потенциально есть всегда, но поскольку малый берет на себя... Да, получается так, что они живут параллельно, просто они между собой не связаны. У вас просто получается, что они так связаны гармонично, что вот осознание у вас даже есть, моменты, когда оно в обычной жизни быть не может, да? Обычные люди живут в автоматизме, а вы пытаетесь это тоже проживать осознательно. То есть, не получается ли так, что здесь есть вот как противоречие, состоящее в том, что всё-таки вот большой малый разум, они друг другу противоречит. Они друг друга исключают. У них есть противоречие, и мы вот как бы дальше это оформили в виде того, что вот, ну как бы мы для себя назвали «карта космоса». Ну, космоса моего космоса, космоса человека. И она как раз, вот эти два самоосознания и то, что связано с малым разумом, с работой корыну, то, что вот мы говорили, они на этой карте находятся ортогонально. И поэтому они могут не противоречить, но совместно... И если так вот, как бы, ну, предположительно, это вот большой разум, это состояние старцев, вот они находятся в большом разуме. То есть, им задаёшь вопрос, они тут же отвечают... Так они одновременно находятся в большом и малом? Или, или, или? Или они в большом, или они в малом? Нет, как бы, они, может быть, могут возвращаться, может быть... Нет, это опять-таки предположение. Они могут возвращаться в малый разум, но уже там ничего не находить. То есть, большой разум, вот этот вот, который охватывает, как бы, вот, весь спектр познания, как бы, человека, ну, его вот мудрость, вот это вот. Наверное, всё-таки... Вот только станы, да, это состояние воин и состояние видящего, где можно туда-сюда переходить, возвращаться. А если говорить о старцах, ну, вот, Старец Силуан, вот это, с его описанием, ну, книга, как, я не знаю, она называется, где описание... Дал задание, значит, ну, чтобы он, по-моему, в хозяйственной деятельности, ну, типа завхоза в монастыре, что ли, то есть, именно, из вот этого состояния, то, что он сам собой в теле молился, чтобы уже... И вначале это, в общем, ему мешало его духовной работе, но потом он, как бы, приходит к объединению вот этих двух опытов. То есть, и так вот получается, что любую деятельность человека можно осветить большим разумом и действовать из него и более эффективно, чем нежели из малого разума. Я просто, понимаете, либо это деление условное, большой и малый разум, и есть непрерывный переход от малого в большом, одно вложено в другое, либо это всё-таки, на самом деле, скачок, понимаете? И если это скачок, то тогда, покидая пределы малого разума, туда уже не возвращаются. И между ними есть некая граница? Нет, вот тут не может быть этого, как бы, невозвращения, потому что изначально человек повреждённый, то есть, грешен. И выйти на состояние Бога он никогда не сможет. Он всё равно будет, как бы, в своей греховности, то есть, даже, вот, любой старец, он, как бы, до конца, уже имея все вот эти свои, ну, так скажем, Ригарий, там, эти самые все вот уже признанности, все эти, что он старец, там, всё, он всё равно, как бы, себя уничижает тем, что он грешен. Ну, постоянно, постоянно находится. Понимаете, если он себя уничижает, это... Нет, уничижает никак, если он находит себя. Вот именно, что он находит просто с позиции некоторого, вот, другой позиции, находит себя таким. Он видит просто себя таким. Ну, может быть, в хаистенстве происходит, как раз, вот, в первую очередь, соединение, есть, вот, у Кастанеды уход из состояния обычного человека, через состояние, может, вот, воина, и в состоянии видящего, и, как Дон Хуан, Дон Афкинара говорит, что они возвращаются только для того, чтобы посмеяться, но, вообще-то, за текстом стоять, чтобы вот эту воспитать, передачу сделать. То есть, Кастанедову обучить и его партию. То христианство, возможно, это вот этот крест или мост между этими, протягивается между этими двумя состояниями, и, вообще-то, вот, как мне видится, и, может быть, не просто видится, но и немного иногда дотягивается, слегка, как бы, переживается. Это третье состояние. Если вот их воспринимать, что эти состояния, ну, вот здесь, скачок, они несовместимы, то возникает третье состояние. Состояние, мы его называем состоянием умности. Умность в том смысле, вот, в христианстве есть умная молитва, умное делание. В практиках, ну, вот, боевых искусств, можно сказать, умное тело, состояние умного, умное присутствие, в конечном счете. Где эти два состояния, в общем-то, предыдущих, они, малый и большой разум, они совмещаются. То есть, одновременно возникает, скажем, в боевых искусствах. Иногда, как бы, в каких-то фильмах показывают монах, какой-то берется, и у него состояние такое отрешенное, отсутствующее. И он такое ощущение, что, ну, собственно говоря, на автоматизме, наверное, и действует. Но, часто, вот, например, мы, еще самый первый фильм, «Жемчужина кунг-фу» фильм был. И там, значит, у актера очень одухотворенное лицо, и во время его боев оно тоже, в нем слышно движение и присутствие мысли. Ну, мысли не может присутствовать, мысль, она все тормозит. Мысль быть не может. Если может быть, то как ощущение. Мысли очень медленно двигаются, и если он будет мыслить, то его там побьют, как вы успеваете. Да, и вот тут, может быть, Брюс Ли говорит о том... Только предощущения какие-то. Вот как вы говорили о том, что появляется холодок, и вот и все, и действует исключительно из ощущения. И вообще говоря, когда вы говорите о том, что они избавляются от внутреннего разговора, имеется в виду вот от этих вот мыслей они избавляются. Они вот только вот воспринимают и действуют, исходя из того, что воспринимают. Работают чисто вот на уровне ощущения. Поэтому вот есть вот некий вот этот вот разум малый, разум большой. В каком-то отношении все буддисты хотят вообще отказаться от этого, от мышления. В пользу вот этого внутреннего самоощущения. И то самосознание, о котором вы говорите, оно исключительно именно как самоощущение. То есть человек постоянно чувствует свое тело, чувствует, в каком позиции находится, в другим предметом, другим людям. Вот постоянно вот это состояние полного самоощущения. Там нет никакого разума. То есть там скорее это вот такая полнота естества. Потому что есть впечатление о том, что мышление оно неестественное является. Ну да, это есть, но по крайней мере вот я, моя рефлексия над собой еще, вот как бы, ну и в детстве, что я обнаружил, что я не мыслю словами. То есть до слов у меня есть какое-то, ну то, что может интуитивное мышление называют. Вот то совсем предельное состояние, когда мысль и действие сливают, это состояние прямого действия и прямого усмотрения. И собственно говоря, вот это, только вот это состояние и дает состояние несомненности. То есть там, где невозможно обнаружить эти зазоры, чаще всего оно связано как раз с состояниями, где надо полностью включаться и действовать быстро. Хотя не только эти состояния, эти состояния можно достигать, вот скажем, в практике айкидо. Наоборот, замедляя, изучая движение медленно, но погружаясь в него. Но если говорить о мышлении, то есть мышление, вот это медленное, где мысли, они медленнее, чем вот это некоторые помыслы. Вот если уровни проводить по скорости, то погружаясь в себя, можно достигнуть уровня, погружаясь, значит, успокаиваясь. До уровня помыслов я как-то даже в классе в десятом, там примерно, придумал себе такой способ, что я ложился спать и начинал когда о чем-то размышлять, я так любил перед дном размышлять. И я, значит, как бы мысли в одно касание, то есть я касался одного, вот, ну, каких-то актуальных вопросов. Вот то, что я только что делал, вот что мне завтра надо делать, вот то, что меня интересует, и не давая себе задерживаться, и при этом, когда еще ложишься, расслабляешься, погружаешься на такой уровень, который воспринимается, осознается как уровень помыслов, я бы так назвал. Ну, другого слова, просто самое подходящее слово. И в нем скорость мышления очень большая, и одновременно можно вплоть до того, что мыслить как бы параллельно. Вообще-то мысль, она всегда как бы одна. Но вот погружаясь в это состояние, можно просматривать ходы, ну, как бы погружаясь под сознанием, допустим, можно так сказать, и видя различные варианты возможностей продления этой мысли. И вот я тогда, значит, сформулировал для себя это как блокоаналоговое мышление. Тут еще вот это аналоговое, то есть левостороннее и правостороннее соединение их. И вот уже обоеполушарное мышление, но оно происходит в состоянии расслабления. Некоторые, ну, наверное, депривации, можно сказать. Нет, просто вы термин мышление, видимо, используете как сознание. Вы все, что сейчас говорите, это все сознание, а не мышление. Мышление нечто другое. Ну, это терминологически. Как хочет, так и сглаза. Просто я говорю, если оценивать то, что вы говорите, это ни в коем случае не мышление. Мышление это своего рода некая трудная вещь. Вообще говоря, мысль, это требует усилия, она требует неких переходов, некой логики. Это все так вот просто вы расслабились, и приходит мысль. Это на самом деле происходит все в сознании. Вам приходит мысль, вам приходит образ, все это смешивается, перемешивается, уходит, приходит. Все это только сознание. Мышление это нечто другое. Скажем, если я из этого состояния выхожу, мысль значимая, я выхожу и, допустим, ее записываю. Я тут же могу ее записать без какой-то особой предварительной работы. Единственное, что я должен всплыть из этого состояния, а потом опять погружаться. Я вот предпочитал не выходить из этого состояния, то есть не создавать себе состояние вот этого возбуждения бодрствующего, находясь вот в этом промежуточном состоянии погруженности между уровнем бодрствования, которое как между сном и бодрствованием описывается. И зная, что потом эти мысли все равно всплывут, если даже они значимые, они всплывут, и я всегда их смогу либо записать, либо как-то еще зафиксировать уже на каком-то более энергетичном уровне, скажем так. То есть понятно. То есть вы каким-то образом сформулировали себе задачу, потом как бы отключились. Эта задача... Нет, задача не формулировалась. Вернее, она была сформулирована тем кругом интересов. А, то есть у вас есть какая-то сформулированная задача, вы таким образом отключились, как бы полуотключились. Вы почти, вас почти нет. То есть вы над ней не думаете. А потом вы получили уже готовое решение. Нет, нет, нет. Это, ну, часто описывают вот эти технологии, когда, значит, люди, которые изучают, которые работают где-то в науке, или как профессионально мозгами работают, они, значит, дают все задания, потом отключаются. Тут нет, я просто ложусь и погружаюсь в это состояние и думаю о том, что меня интересует. То есть, не давая предварительных заданий, то есть, во-первых, я тут могу направить мысль в одну и в другую сторону. То есть я являюсь хозяин, то есть у меня есть хозяин, и для меня это мышление отличается от обычного мышления только тем, что я могу, во-первых, это очень быстро, и, может быть, вот это параллельно, как бы просматривать много ходов одновременно. По крайней мере, по ощущению одновременно. То есть такое ощущение, что выходит вот за... Ну, может быть, это действительно правильно называть работой сознания. Смотрите, вот сознание, это как рыночная площадь. Вот представьте город, все стекается на рыночную площадь. Сознание как рыночная площадь. Если вы как бы остались на рыночной площади, рано или поздно к вам все притекет, никуда не денется. Вы как бы просто заходитесь на этой рыночной площади, с одной стороны что-то приходит, с другой, с третьей. Вы наблюдаете, все. Туда, на одну улицу перешли, а виры на улицу. Вот что такое сознание. Сознание – это просто нахождение в некоторой позиции. Вы находитесь в ней, и все к вам приходит само. А мышление – это когда вы специально что-то задаете себе задание, и начинаете в этом направлении углубляться, углубляться. И тогда возникают какие-то связки смыслов, вы пытаетесь здесь различить. То есть это некое специальное усилие. Фиксируясь в определенном направлении. Да, в определенном направлении, и начинаете углубляться. Вот это мышление. А сознание – это когда сидите просто расслаблено, и к вам все стекается. Это тоже возможная ситуация фиксирования определенного направления, но позволение как бы отклоняться, но потом возврат назад. Нет, вы можете как-то сидеть на площади, это сознание, пришло к вам что-то, вы решили, это интересно, и начали углубляться. Вот это пошло уже мышление. Вот так. Мышление – это способность, которую вы можете применить в любой момент. А сознание – это вот ваше присутствие. Вы просто присутствуетесь, и вот это вот ваше сознание. Нет, если вы до такой степени говорите, что это просто присутствие, то в присутствии нет, во-первых, моего видения. Знаете, у меня как-то один год, лет вот это 30 назад ездили на Алтай, там целое лето прожили, на природе, под ледниками, совершенно людей нет. Там 8 километров до поселка ближайшего. Я там еще Момьё лазил по горкам, собирал, и занимался, как раз изучал Тайцзи-комплекс, ну, цигун. И, в общем-то, достиг такого состояния контакта с природой, слышания о природе, ну, таких. Но, вот что интересно, под конец вот всего этого, уже когда мы собирались уезжать, у меня, ну, было таких пару снов, где я осознавал себя чистым свидетелем. То есть, во сне, мне, я вижу картинку, значит, происходит следователь в какой-то дом, значит, там преступник, вот, он, значит, следователь, он его, значит, допрашивает. И тот просится в туалет, это пока еще не приехали, типа милиция, или что там, ну, группа еще, вот. Тот просится в туалет, преступник закрывает дверь, и вдруг я соображаю, что он же там может убежать. То есть, я включаюсь. И тут я сливаюсь с этим свидетелем. То есть, я смотрел как бы со стороны. И совершенно смотрел, вот, то есть, как только я начал принимать участие какое-то, то есть, отношение, как только возникло, так я сразу слился. И для меня, вот это, значит, на базаре, ну, по крайней мере, мной так ощущается, что я сижу на базаре. Вот как раз я, когда практику за дзен, вот это некоторое время делал, я не мог долго делать, у меня опять позвоночник не позволил, и вот я прихожу на пляж, там есть камушек, я сажусь, и сижу, вот полностью выключаюсь, и чисто созерцаю. То есть, абсолютно, вот, невключенность. Как только маленькая включенность, так сразу выпадение, вот, в ум, в мышление. Ну, то, что вы называли внутренний диалог, это вот как раз вот выпадение. А дзене надо достигнуть сознания чистого. Вот чистое свидетельство не должно быть, чистое вот такое. И всё, вы должны чисто свидетельствовать, никуда не уползать, ни в какие вот, ни за образами не скатывать, ни за мыслями, ни с чем. А вот чисто находиться вот в этом чистом созерцании. Вот это вот как бы вот и есть, собственно, возможности. Если вы это сможете достигнуть, то тогда в бою, или там в каком-нибудь поединке, вы сможете отвлечься от того, что, допустим, противник страшный, там, что у него там какие-то кучи каких-то мешающих вам предметов и так далее. Вы полностью сосредоточьтесь вот на чём-то вот созерцательном. Просто будете как бы в ситуации внутри, вы в него войдёте просто как монолит. А если вы будете вот постоянно цепляться, а он такой страшный, а вот он такой сильный и прочее, прочее, вы не сможете быть в ситуации и, собственно, не сможете, да, не победить ничего. Вот в этом состоит суть. Ну да, как раз вот эти состояния, они когда я вот про пудель рассказывал. Чистое сознание. Ситуацию с пуделем. Там и происходило как раз вот это отключение и чистое присутствие. Ну, были ещё ситуации такие, связанные, но на улице напряжение некоторые возникали. Если это не то напряжение, которое медленно подкатывает, а резкая ситуация, у меня сразу переключение, выключение мышления, и я просто воспринимаю, их способен реагировать быстро и спонтанно. Но состояние как раз, где мышление присутствует в боевых искусствах, об этом говорит Брюс Ли, возможно, это следующая стадия. Брюс Ли, он, значит, джиткун дуа, стиль создаёт, то есть стиль без формы. То есть это творчество, насколько это возможно, от формы избавить минимум формы. И вот те практики, та практика боевых искусств, о которой я начал рассказывать, там как раз тоже вот с этим минимум движений и поскорее создание ситуации, где происходит выход на спонтанность, и тем самым на все эти состояния. Но следующий этап, мышление всё-таки добавляется, и Брюс Ли его описывает, как ещё некоторая стратегическая составляющая. То есть это мышление, оно, возможно, не в виде слов. Да, и в мышлении оно и всегда не в виде слов. Но может быть я вот опять терминолог... Просто мышление – это некоторое следование, понимаете, как бы вы всё, у вас... Когда вы находитесь в сознании, вы в полноте некоторой находитесь, это как бы некая изначальная возможность полнота, у вас как бы всё дано сразу. Вот как вы на базарной площади сидите, вам всё, вы полностью обозреваете весь горизонт. Если вы углубляетесь во всём нечто одно, там, например, пошли за образами какими-то, или пошли за мышлением, вы всё, потеряли цельность. Вот в чём проблема. А это раз, а во-вторых, мышление медленное, оно всегда медленное. Оно требует напряжённости какой-то, требует усилия, требует внедрения. Тебя описывает как раз опыт, когда мышление очень быстрое. Гораздо быстрее, чем спонтанное мышление нашего тела. Почему? Тебя описывает опыт, что такой опыт существует. Мышление быстрого. Быстрого мышления. Нет, одновременно, в присутствии ситуации шоков. Тогда я не понял, видимо, действительно. Нет, в состоянии тех шоков, которые я испытывал, там происходило полностью выключение мышления. И вплоть до того, что в какой-то ситуации, после этой ситуации, я там, не знаю, час, по крайней мере, говорить не мог. Просто... То есть мышление выключается. То есть работает, как и говорю, другое сознание, которое репутативно действует. В состоянии реагирования, хотя безусловно, да, там мышление отключается. Да, да, сознание отключается, и как бы происходит такое ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Вот этот момент интересно как раз разобрать. Мне кажется, вот как вот сознание, мышление, вот ваше вот это некие особые состояния, потому что как они соотносятся, на самом деле, вот это вот не очень понятно, выясняется, да? Да. Но с другой стороны, нормальный человек про эти состояния ничего не помнит. Сознания же не было в тот момент. Не было, про них и не помню. Или было сознание. Вот это тоже важно. Я думаю, что было, он вытесняет. Во-первых, эти состояния, они всегда шоки. То есть, потому, и это не обязательно, что какие-то физические боли, как бы. Они шоки от... Это психологические шоки от того, что это непривычное состояние, он приучен к состоянию включенного мышления, диалога. Постоянного диалога, да. То есть вот он сидит, вот он сознание, вот бац, оно выключилось для того, чтобы... Так вот я вот считаю, что выключилось мышление как раз. Сознание осталось... Это atéмологический вопрос, хорошо. Что-то там такое выключилось? Нет, ну это важно просто для того, чтобы понимать. Нет, я всё-таки возвращаюсь с самого начала вашего рассказа, Икси. То есть, речь идёт о том, что бывают ещё такие состояния, то есть, третий вид состояния. То есть, первое состояние, это когда мы просто так сидим. Вот, например, у меня идет внутренний диалог, чашка, кружка, торт, чашка, кружка, торт, ну и так далее. Ну, такой незамысловатый. Второй бывает ситуация, когда шок, когда я чувствую, что сознание понимает, что ресурсов моего собственного разума, когда чашка, сорт, недостаточно, она действует как-то иначе. Она тогда отказывается, человек отказывается от этого сознания и начинает действовать чисто рефлюционно, допустим. Ну, бывает так, да, что боксер уже потерял сознание, на самом деле, но еще дерется. Ну, бывает такая предельная ситуация. А курица, если голову отрубили, она еще идет, это та же состояние? Это та же состояние? Да, 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 похоже. Вот, она, вот это такая, то есть такая ситуация. С одной стороны. С другой стороны, вроде бы получается, что вы описываете третье состояние, когда с одной стороны происходят какие-то действия, практически на уровне автоматизма, а с другой стороны, сознание при этом не отключается, но как бы остается некая позиция свидетельствования. Да? Да. То есть вот такая-то вещь. Да. Так это вот крайне есть. Причем не только свидетельствования, но и какая-то степень активности в том, в смысле, что оно является хозяином. Его впору тут назвать хозяином. Ну, вот. По той раскладке, где буддийская лошадь, телега, кучер и хозяин. Ну, в самом деле, да, я когда вот так сижу, я много чем управляю, могу взять чашку большими, но некие элементарные вещи, например, управление всеми своими химическими мышцами, я не осуществляю. Их там 300 штук. Поэтому любой физиономист может понять по большому счету лгу, я не лгу, управляю чем-то по зрачкам и что-либо еще. То есть я со своим телом разлучен в области своей ситуации, да? Но некоторые люди, вот, например, мастера восточных хититомбурств, я правильно понимаю. Ну, вот есть такой пример Стивен Стигл показывает, когда ему даже наркотик вот этот правду вкалывают и приборами измеряют, он абсолютно говорит, я вот сейчас обрел, как бы, и у него не дергается ничего. Да, явно. Да, вот он может управлять. Телесные практики. Мастера, опять же, возвращаясь к теме восточных хититомбурств. Телесных практик. Для меня, нормального человека, есть ситуация, если я буду бить кулаком, то у меня рука будет, мышцы будут работать по естественной для меня траектории, которой я опять не управляю, как не управляюсь вименническими мышцами, я этой естественной траектории не делаю. Можно сто раз можно бить вот так, потом руку потренировать, и она будет как-то близко к некому идеалу, когда она движется не по неестественной для меня траектории. А, возможно, другая ситуация, когда в ситуации или просветления, или такой духовной практики, когда я могу управлять такими трехстами, своими мышцами, я могу стоять свою руку, чтобы она двигалась именно так, как она должна двигаться, а не так, как для меня естественно, не так, как я привык. То есть вот о ватах вы говорите. Да, то есть, значит, первое состояние, где только произвольно мы можем, или на работу автоматизма, это производное от произвольного, второе непроизвольное, спонтанное, и третье состояние, где можно совмещать и то, и другое. То есть я не разлучен со своим телом, в том смысле, я в этом смысле гораздо больше могу им управлять. Я с ним не разлучен со своим телом. И оно мне чего-то дает, это еще вопрос, что оно мне дает. И я ему чего-то даю. Это специалист по восточным, по индийским всевозможным практике йоги. Вот он разработал технику обучения языкам. Вы же знаете, что мы говорим на русском, поэтому на всех остальных языках мы будем говорить с акцентом. Но по той простой причине, что мы никогда до предела, как бы там, не тренировали, мышцы не растягивали, мы всегда говорим с русским акцентом, мы никогда от него не избавимся. Он наработал вот такую, опираясь на восточные практики, в первую очередь, борьбы всякой военных искусств, наработал такую практику, которая позволяет работать со своими мелкими мышцами, с мелкой моторикой таким образом, чтобы избавиться от акцента. Таким образом, как бы, ты приходишь и по помощи вот такой духовной практики ты надеваешь на себя одежду другого языка. И в этом смысле ты избавляешься от акцента и начинаешь говорить чисто. Я знаю такого человека, по крайней мере, одного. То есть вот об этом, как бы, говорим, да? Или о чем-то еще больше? Больше. Может быть, еще? То, что я не уловил, еще осталось просто. Во-первых, по большему, скажем, кругу. То есть, во-первых, вот это спонтанство, второе состояние непроизвольного, оно на самом деле состояние, ну вот, это не просто непроизвольного, какого-то, если говорить, как измененное состояние. Или специальное, ну вот, если с телом, как движение, как бы. Это естественное движение. То есть в цигуне, например, есть такое, можно так почувствовать примерно, что такое движение, когда тело само его делает. Это как бы представить себе, что вот мы стоим, допустим, на рыбалке, и вот, как вам, значит, кусают за ягодицу, и надо, как-то, значит, нога сама дергается, вот я пока произвольно дергаю, когда настроився, и она, можно, усыщенное состояние непроизвольное, то есть вес тела как-то так перемещается. Это понять, ведь мы на самом деле в своей жизни тоже живем, вот вокруг меня падает куча пыли, я на самом деле ее вижу, я вижу, и даже зрачка, и глаза закрываю, открываю, когда пылинка подходит, да? Но я же этого никогда не осознаю, это происходит помимо меня. Ну вот говорят, что, например, под воздействием ЛСД можно эту пыль видеть, и понимать, что ты совершаешь какое-то. Так что точно я делаю очень много других вещей. Вот я сейчас говорю, я говорю правду, истину, как я отношусь, мне 300 химических мышц это дело реагирует, я ими не управляю. Вот ты точно так же можешь уже подсхватить, как ты от комара, комара, когда дырешь, тормальный человек, он, оп, как у меня глаза закрылись, открылись, когда пылинка пролетала. Точно так же комар, хоп, я тебя не помню. Если уловить эту ситуацию как именно осознанно, поймать этот момент, то это уже половина результата, согласитесь, как в вашем цигуне происходит. Это уже половина результата. Поймать видение пыли и реагирование на нее, это уже полрезультата. То есть это уже такая близость к собственному телу удивительная. Там можно чудеса творить. Да. Да, можно. То есть это вот те изменения, которые, вот если у меня, допустим, были изменения вначале достигнуты за счет шоковых состояний, шокопроход, потом я стал искать их в боевых искусствах, чтобы, поскольку я на какой-то степени оказался двинутым, но не додвинутым. А вот для Риты это оказалось так, что она в основном, до этого таких больших, большого опыта, как у меня не было, она через наше состояние, но приходит именно туда. Причем, что значит приходит? Это не то, что жестко навязывается практиками тела и сознание перестраивается. Это предлагается. То есть принцип дзеновских искусств это занимать, не учиться по жизни там чему-то, тем самым пребывая себе другие привычки, а отойдя как бы в сторонку, занимаясь какими-то как бы абстрактными по отношению к тому, чем мы живем вещами, например, стрельба из лука, которая сейчас, ну, совсем не актуальна. Вот. И в этой стрельбе из лука, кстати, вот хорошая работа есть дзен в стрельбе из луки, актор нахе как-то вот, сейчас припомню чуть попозже. И там, значит, ее основная мысль в этой работе, что стрелком, мишенью для стрельбы из лука является сам стрелок. И здесь, в общем-то, в дзеновских искусствах мы прорабатываем то, что потом мы вольны в жизни применить по отношению к себе или не применить. То есть мы можем взять этот опыт для, ну, для ситуации обыденной жизни или нет. То есть мы приобретаем еще какой-то вот такой опыт, не который тут же в жизнь вклинивается. Это создание определенного какого-то опыта, который вот при каком-то накоплении, то есть вот для меня вот эти, значит, шоковые состояния, когда они, какой-то плацдармик был создан, каких-то иных состояний, они смогли включиться, и я их уже смог, ну, как бы осознанно. Ну, осознанно как? Вот у нас часто, вот особенно зимой, с Ритой мы вечером, когда сумерки наступают, мы садимся и оба отмечаем, диалог выключился, и мы сидим, можем даже о чем-то говорить, причем говорить, думая вот этим самым замедленным по отношению к этому состоянию мышления, что-то такое, ну, не очень сложное, правда, мы разговариваем о чем-то, причем, немножко продумывая ходы мыслей, не просто болтая все, что на язык попадет, но находясь вот в этом состоянии, выключенности, как бы, диалога, может, это уже и не выключенность диалога, а именно состояние вот этой включенности самоосознания. то есть, грубо говоря, если они работали, внутренний диалог и проживание, они работали, грубо говоря, на одной скорости, то теперь их скорости становятся разными, то есть, у нас получается, ситуация сознания, она, как бы, оказывается замедленным по сравнению с проживанием всевозможных телесных состояний. Вот тут, во-первых, как бы, когда мы просто сидим, тут уже, как бы, почему-то, ну, телесные, телесные для меня, когда какой-то двигательность измеряется. Интересно для меня это, когда просто тело, просто тело, даже сидишь, вот это телесное состояние. Во-вторых, вот тут скорости, скорее всего, поскольку самоосознание внутренне проживается как остановленное время и тем самым, как бы, вечно сможет. То есть, вот тут, мы уже сказали, как бы, вечность, миг и время, которое, ну, самое интересное, почему Вы называете вот именно это состояние сознания большим? Нет, 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 мы вот здесь сейчас пока не связываем. То есть, в этом большом и малом же есть некая оценочность, понимаете, да? Сегодня мы говорим это у Вас просто. Ну, вообще-то, большой, как бы, вот он, да, вспомнил философ Владыжинский, а, я тогда сказал, да, у него описываются и в первую очередь он христианский философ, у него через, он описывает, что есть практики йоговские, вот, ну, индийские, связанные с раджа-йогой, и это, там, тренируется, достигается, или как прорабатывается состояние малого разума. можно христианской йогой, христианской йогой, большой разума. Это и в Индии есть эти направления, просто нам известны, в первую очередь, пришли по тем направлениям малого разума к нам, через вот этих популяризаторов. Папюса, еще в начале, малая крестница, большая крестница. Нет, это, это буддизм. И вот, значит, он описывает эти, значит, большой малый разум, вот таким, значит, образом. Мы здесь, скорее всего, может быть, даже идем еще дальше, как бы. И вот, хотелось бы проговорить про вот этот самый карту космоса, немножечко. Значит, в чем она заключена? Это когда, то есть, мы двигались как бы так вот, кстати, прослушивая семинары вот уже в лаборатории, мы с запозданием еще не все прослушали. И там, где внимание постоянно вокруг, ну, я так понял, что классическая философия, легче вопрос философии вокруг вот этого отношения С-О. Так? Субъекта? Ну, субъекта, да. Субъекта, объектное отношение. И поскольку мы, как бы, вот это есть практика и в нашем творчестве, у нас вот это оксидентальное творчество и вообще еще такая тема технологии обеспечения творческого процесса, о которой как-то вот хотелось бы поговорить тоже. субъекта. И вот мы, значит, в принципе, везде можно найти зазор, ну, во всем можно посомневаться и везде найти вот этот зазор. Мы это называем еще драматизацией. Когда мы какими-то телесными практиками, цигун, например, тай-дзи, когда делается, там говорится, что это надо прямо, прямым позвоночником делать. Но если это поделать как-то вот так, с наклонами, находится и прорабатывается какие-то еще дополнительные моменты, и создается не просто пространство, как вот как раз автоматическое движение, которое можно, глядя на кого-то себе, к телу, в теле создать образ этого движения, а все возможности и появляется целое вот это пространство, в котором, если что-то в пространстве не так, может, пространство физически препятствует, или энергетически, или на каком-то уровне, то его можно сделать еще дополнительные ходы всегда. И, в общем, есть ли произведение вот этого, да, это я сказал или нет слова, драматизация для нас. Драматизация, вот у Левия я как-то прочитал, он предлагает там какие-то взять стихи, я вот как-то взял стих «Однажды студен на зимнюю пору Некрасова». И там тихо сказать, громко, медленно, быстро, с разными выражениями. И если вот это поделать, потом, какое-то время я вот так, ну, правда, не очень большое делал, и, в общем-то, очень выразительно по ситуации даже голосом удалось остановить человека, которого очень трудно остановить, просто переборов его вот этим объемом своих возможностей. тема, значит, микрокосмос. Мы назвали просто космос, поскольку когда, ну, вот по принципу подобия, там, то есть нам удобно минимальными средствами параллельно тому космосу, который мы внутренне либо описали, либо его ощущаем, то есть мы вот те, то, за что говорим, большую часть у нас, как бы, это опыт переживания и ощущения. И потом мы, соответственно, этому микрокосмосу просто симметрично макрокосмос достраиваем. Ну, просто симметрично. Они подобны, на самом деле. подобны. То ли, значит, нет, это не то, что он на самом деле подобный, потому что можно и другие способы. Вот тут с логиками, вернее, с системой построения у нас еще такое понятие логия есть. Значит, это лого, с лого, волюлогия. То есть вот эти три лого тоже потом закрыты. То есть система построения можно и другие в связи с тем, какие мы цели преследуем. Если какую-то практическую, как сказать, хозяйственную даже практическую, то мы всю Вселенную будем мыслить как свое хозяйство и другим способом ее описывать, ну, научным и, ну, отсюда вот все эти... Чтобы наука могла в ней работать. А когда мы относимся к нему так, как нам удобно и нам удобно часто находить в ней субъекты. Возможно так. По крайней мере, вот у меня мой опыт, откуда я, как бы это я беру, не изобретаю, у меня есть опыт детский, он такой, что для меня он достаточно безусловный. Я, конечно, могу критически к нему подойти, пересмотреть, но если этот опыт есть и он весьма для меня фундаментальный, то у меня возникает наше желание на нем выстроиться. Опыт такой, что как-то, значит, мама сказала, что она здесь работала, когда мы здесь жили, что у них на работе телевизор стоит. Если дети чем занимаются, ну, в данном случае, что если ребенок снег кушает, вот, женщины подходят и видят, что он делает не то, то есть снег кушает, ну, вот, по отношению ко мне, что не кушать снега, чтобы не заболеть. И я, значит, когда выходил снег, то он аппетитный, чистый тогда был, голенький. Начинаешь ездить и вспоминаю про этот телевизор и откуда он начинает осматриваться, то ли с неба, то ли с неба, то ли с неба, то ли с неба, вообще позиция-то наблюдателя, откуда. А потом я услышал, ну, как развить эту тему, четко с бабушкой разговаривали, четко в церковь ездила, как-то вот была наборная, ну, и за Бога услышал, что он все с неба видит. И я выхожу на улицу и я чувствую, что это какой-то глаз на небе, который на меня смотрит. То есть, вот это ощущение и взгляда, и присутствия. И, то есть, в космос удобно мыслить. Мы вот это, значит, самоосознание, мы, самое удобное для нас оказалось, ну, как бы, в виде рисунка, в виде глаза нарисовать, мы это нарисуем. и нарисовали в этом сообщении, там, ну, у нас в каком-то сообщении то есть. Ну, и симметрично, значит, голос напротив находится. И поэтому можно к внешнему макрокосмосу. Причем это может быть не только макрокосмос, как мир, так и просто другой человек. К нему относишься, как соприкасаешься, и это другой космос, но предполагается, что он такой же, как ты, потому что, ну, если ты не симметрично относишься, ты уже в маникулитивном, вот как раз субъектно-объектных отношениях находишься. В нашей схеме вот этого космоса у нас получилось, что мы субъектно-объектные отношения нашли возможность разложить на большее число членов. Сейчас у ней три как бы получается, если черточку тоже, но за черточкой отношения стоят. И мы субъект разложили на, во-первых, активность, вот ты там говорил за активность, на это внимание нацеливал, вот, ну, действительно, активность и себя, когда смотришь, находишь активного в себе, но и находишь еще глубже активности то, что мы назвали стойкость. И вот вот эта стойкость это то самое последнее неразложимое, во-первых, то, что можешь найти в вещах во внешнем мире, ну, то есть, в целом, в ином космосе. А в себе это находишь как переживание. То есть, если погрузиться в себя, вот эта практика Задзен, она приводит к тому, что ты погружаешься на такие глубины, что ты практически умираешь. То есть, доходит до того состояния, что у тебя выключается вся энергия, дыхание очень разреживается, и вот еще чуть-чуть и ты умрешь, и ты начинаешь умирать, и в это время вот эти мышцы, которые держат вот эти становые, они расслабляются, тебе покачаются, возникает вот какая-то последняя вот эта реакция, всплеск вот этой стойкости, наверное, стойкости я сейчас не буду, и ты выходишь в ситуацию полного сознания, в подбужденном состоянии. Именно вот этот прогон туда и обратно, особенно обратно, когда ты возвращаешься практически в состояние смерти, назад, ты проходишь его заново, заново, и не так, как у тебя уже наработано, с кремлевыми путями, а по прямой. И когда ты какое-то время этим, значит, как описывают монахи, позанимались этим заценом, и потом он, значит, подметает двор, и вдруг у него какое-то событие, допустим, он, ну, описывается, он какую-то хреку, или там, кто написал этот монах, что, ну, ветерок думал у него что-то, ну, тут можно босёк вспомнить, у него вот этот старый пруд, лягушка прыгнула в воду, как там, типа, шляж к воде, левка, ну, и передается вот это ощущение, я вот тут недавно, вот там сарань стоит, наверх залез, и доски оттуда снимал, стоя с лестницы, тишина, вокруг всего, миролюбиво, и вдруг падает яблоко с яблони, это падает, это звук такой, это переживание, это ветки колышутся, вот морда кустанеды там есть, когда созерцают сопки, значит, ветер, когда гуляет по кустам, это как некая сущность переживается, или там даже ветку, где-то у него есть ветку, или тряпку колышет ветер, это, ну, в связи с искажением восприятия, принимается как тоже сущность, когда узнаётся, что это тряпка, то, вот, и это такое переживание, это именно дзеновское переживание, и в чём оно, но я по ходу дела переключился, немножко ещё на одну ветку рассуждения, но вот я думаю, так будет удобно её порассказать, вот, потом вернуться к этому, значит, что, кстати, есть такая тоже хейка, не помню автора, что далеко-далеко в лесу с куста с куста упала ямина. И я вот до этого, как вы, мы это только читали, я даже, мы придумали такой способ внутренней работы, ну, вот как раз вот эта драматизация, развитие внутреннего пространства, мы брали какие-то, ну, в первую очередь, вот, японские хейпани, к этому более, и делали из них просто двух стишек и затягивали первую строку, ну, долго-долго, вот в данном случае, например, далеко-далеко в лесу, далеко-далеко в лесу, далеко-далеко в лесу, и можно говорить много, пока не почувствую, что пора закончить, и в лесу упала ямна. И вот это внутреннее протягивание, то есть протягивание по пространству, далеко-далеко, и мне вот это пространство, которое, вот здесь, значит, я здесь вырос, и это пространство, ну, знаю местность, ландшафт, что-то там так, и я тянусь все дальше и дальше, и в те места, которые я как помню, что они глухие, там очень глухой лес, я дотуда дотягиваюсь, и, потом даже переключаясь на то, что на Алтае там один очень глухой лес был, мне пришлось однажды изобрести, вот такие, значит, елки или лиственницы, не помню, вот так повалены, значит, и я там, и такая глухомань, и это ощущение такой далекости, и сам Алтай, и это, и это вот это расширение пространства, попытка внутренне объять, необъятное, ну, максимальное, значит, объять, причем пространство, вот, допустим, мы, когда переживаем, осознаем пространство так, как мы его обычно осознаем, на измышления, мы фактически не само пространство, как бы имеем дело не с самим пространством, а с его картой, а наше пространство, это столько, сколько мы можем внутренне наполнить, вот, каким-то своим присутствием, вот, скажем так, оно, во-первых, переживается, вот, когда, допустим, ну, меня было, вот я описываю, там, где шоковые переживания, когда мне удалось проскочить, вдруг, я до этого занимался расслаблением, и вдруг удалось куда-то проскочить в какое-то пространство, где, ну, ничего нет, ну, пространства, может быть, там даже, может, и пространства не было, скажем так, это чистый, вот этот, ну, проход мы сказали, у Джона Лили в центре циклона, там описывается, он, во-первых, описывает вот эту депривационную ванну, и в нем он достигает вот этого состояния, где он доходит вот как раз до этого состояния, еще дальше, то есть, и я тут ощущал состояние присутствия, но только Джон Лили описывает, что там еще два каких-то присутствия были, помимо него, вот, но для меня было вот одно мое присутствие, и больше ничего, причем, пока туда погружался, прошлось пройти зону ужаса, и первый раз вот это погружение, причем оно, как бы, то ли погружение, то ли всплытие, то есть, можно и так, и так описывать, вот как-то погружение, теперь всплытие, ну, смотря на что опираться, это уже когда описываешь, как бы, ну, это вот проход, скажем так, вот так, и вот этот ужас, как бы, он не пропустил туда, а второй раз удалось быстренько проскочить, и оказаться вот в этом пространстве чистого присутствия, и теперь, может быть, более слабый опыт этого переживания, вот такое иногда, значит, происходит, что когда просыпаешься, и еще, то есть, просыпаешься, и не проснулся, между сном и бодрствованием зависаешь, и не даешь себе, то есть, находишься в осознанном состоянии, не даешь возможности себя всплыть в бодрствовании, то есть, увеличить вот этот уровень активности или возбуждения, и состояние, вот как раз, всплытия из небытия, потому что всплытие, в общем-то, даже не из сна со сновидений, а из сна без сновидений, происходит, можно сказать, вот из того состояния, ну, почти смерти, хотя смерть еще может быть, значит, у которых джадзен удается достичь состояния, и, значит, в этом состоянии можно еще зависать, то есть, управлять, вроде хочется всплыть и поскорее сориентироваться, во-первых, кто ты такой, как тебя зовут, где ты находишься, я вот первый раз, как бы это у меня стало получаться, я тогда на трех работах работал, где-то там, в котельной, где-то охранником, вот так, и начинаешь вспоминать, то есть, не знаешь, где ты в каком помещении, ну, в каком месте находишься, и даже казалось, что стоит только какое-то себе задать, ну, место всплытия, и ты там, значит, всплыешь, но на самом деле тут же ловишься на том, что что-то внутри себя все-таки уже знает, какой-то есть, ну, где ты находишься, то есть, всплыть в другом месте, навряд ли мне бы удалось, вот, и вот это состояние чистого самоосознания, где нет внешнего мира, и, в общем-то, я вначале это описывал, пытался описать, что там есть ощущение пространства, но вот, похоже, вот то первичное, самое первое состояние, где вот этот чистый проход, значит, там, пожалуй, и ощущения пространства как будто бы не было, просто присутствие. Это первое, что есть, и вот, значит, возвращаясь к карте космоса, то есть, если вот эти глубины, то есть, вначале обнаруживаешь в себе вот то, что вот это стойкость, я назвал, и оно, может быть, и есть вот это ощущение присутствия, хотя, вообще-то, нет, как бы, присутствие с самосознанием, если я так дальше стал разбираться, это оно по другой оси находится, а по этой оси, получается, находится стойкость, потом активность, это вот то, на что субъект разложился, в сокращенном варианте, можно там и побольше разложить, потом отношения, и эти отношения, они, если отношения, вот по этой, по горизонтали, значит, это отношения с тем, что дальше субъект представляет, но эти же отношения, они могут повернуться сюда, и вот как раз, с большим космосом, ну, с сыном космоса, войти в контакт, то есть, состояние контакта, и контакт, в нем нет зазора, переживания контакта, оно достигается как раз в тех действиях, которые требуются спонтанности, либо, ну, каких-то других, где мышление можно выключить, потому что мышление, оно создает то, что мы, так называем, назвали коммуникацией, в нем есть вот этот зазор, в нем есть моделирование ситуации, в первую очередь, то есть, это упореждающее отражение, можно так сказать, и упореждающее отражение, оно, в общем-то, возникает у человека, животное, у них, у них, есть моделирование ситуации, вот мы как-то читали, что ежик, допустим, он в этом отношении, ну, там, то ли глупее, как-то было сказано, курица, то есть, когда исследователь стоит, фанерку, протягивает кормушку на веревочке, один, второй исследователь, значит, держит этого ежика, и когда кормушка заехала, за фанерку, он его отпускает, ежик, какой бы интервал времени тут не прошел, он бежит всегда туда, где исчез, исчезла кормушка, а курица уже бежит туда, где она должна появиться, и вот, кстати, у нас тут, раньше, ну, родители кур держали, и с курами иногда начинаешь разговаривать, ну, как разговаривать, или разговаривать, или еще лучше посвистывать им что-то, и вот она встает перед тобой, и она пытается что-то услышать, то есть у нее какая-то внутренняя работа происходит, она не просто как ежик тупо свое что-то делает, она пытается что-то, то есть у нее какая-то неспособность, но, по крайней мере, склонность к диалогу, у нас еще понятие треолог потом возникает, где вот в результате вот этого контакта возникает полное сопряжение, ну, вот в икидо это мусуби называется, это вот как раз то, что создает основу коллективизма, ну, и других может, ну, и может быть в конечном счете соборность, если ее правильно понять, не на уровне, соборность не на уровне ума, а на уровне непосредственности, вот у нас непосредственность, а посредованность. Вот это, где ситуация контакта, вот эта позиция контакта, беззазорные отношения с другим, ну, космосом, с другим объектом, с миром, скажем, можно так сказать, А уже когда из отношения, из расчета, то есть это манипулятивные отношения, манипулятивные, связанные с просчетом. Разум, давайте согласимся с тем, что действительно разум по всей Вселенной разлит, интенсивность разная, в одном месте больше, в человеке его собралось, скажем, больше, чем в камне, но тем не менее, больше, чем в камне собралось в той же собаке и другого животного. То есть разум это нечто такое перманентное, присутствующее везде. Ну вот я, поскольку мы опираемся на опыт, я этого не чувствую. То есть когда вот единственная медитация, которая вот мне, ну медитация, имею ввиду какие-то психологические установки, там вот почувствуйте то, это, которое мне понравилось, как-то я встретил, это вот возле камня, ну представьте себе даже камень. Вот у нас в лесу есть такой камень хороший, я его представляю, или даже к нему могу подойти. И вот что вы, это он. Можно даже поту, соответственно, принять. И вот у вас спина порастает мхон, вы лежите, пролетают зимы, лето, зима, вы медленно погружаетесь. И вот это состояние вот этого камня, оно мне очень откликалось от этой медитации. И сейчас я понимаю так, что в ней я вот как раз обнаружила вот то, что я вот эту стойкость сказал. Переживание может моей стойкости через... Обычно про объект говорят, что объект стойкий, а субъект он как бы пластичный. Это мир как бы нам сопротивляется, да, он является материальным, он является... Получается, что когда мы эту карту космоса и уже двух космосов рисуем, у нас получается буква Х. Мы, значит, одну цепочку выстраиваем, вот это мы, наш космос, а другой соприкасающийся, он космос. И тут мы вот отсюда перетекаем, вот как раз в активность, если оно есть, во внешние вещи, и вплоть до стойкости. И пытаемся часто эту стойкость разлагая, допустим, как разлагая атом или термоядерная реакция, получить энергию, то есть активность. То есть здесь вот еще вот такая цепочка возникает отношений уже, ну, с миром, скажем так, с внешним космосом. А, значит, если двигаться по цепочке вот своего космоса, микрокосмоса, то, значит, стойкость, активность, потом вот это отношение, то, что мы контактом назвали. А затем еще две позиции. Позиция восприятия и идеального. Между ними, между всеми этими позициями можно как еще две, когда они, как бы, ну, то ли схематически это изобразить у них кружочков, как накладываются друг на друга. Вот сейчас на философском штурме и у Сергея Борщикова, да, там есть вот эта схема напечатанная, и у Палиха тоже подобное что-то. Ну, сама схема накладки вот этих кружочков позиций друг на друга, между ними еще возможно найти некоторые состояния. И вот между стойкостью и активностью ситуация напряжения. Напряжение, тонус, яростность. Яростность, это, кстати, вот у русских традиций было, кстати, много слов с корнем яр. Ну, там, яр не просто, как гневаться состоянию, а яриться, это некоторый был, да, даже способ активности, чистой активности в себе, скажем так. И вот эти лес, сосновый, допустим, яр, ну, не только сосновый, по-моему, березовый, но вот что-то вот с таким хорошим местом по энергетике назывался яр. Ну, и имена, там, Ярославный, Ярослав, даже Ярополк, и еще куча имен с этим. И вот в традициях и боевых, например, искусств, там было вот это, нарабатывалась способность яриться. Допустим, это еще вот сейчас, ну, вот лет 20 назад, еще, когда русские искусства до конца боевые не вымерли, их изучали и показывали, ну, если в интернете, значит, съемки, там, допустим, в русских искусствах под гармошку или под валалайку парни, значит, собирались и начинали танцевать, как-то зализоваться друг к другу, бить, ну, как, собственно говоря, вот хоккей, ну, боксер, чтобы себя возбудить, как-то он может, значит, постучать, или хоккеисты собрались. Ну, типа, спортивная злость. Спортивная злость, да, и вот из этого места. Вот. И вот это, значит, яренье, то есть научиться входить в состояние вот этого активности мгновенно. Остерили мгновенно, но нарабатывается оно вот так медленно, а потом ты в ситуации, когда спонтанная даже возникает боевая ситуация, ты сразу в нее входишь, включаешь вот эти все свои ресурсы, причем осознанно, ты не, гнев, это не эмоция, или если, это, вот эта активность контролируемая, и, вот. Это, значит, ярится. Ярится, как вот сейчас, раньше это было не так актуально, а сейчас, как бы, это, вот, культура пытается разве, поднять флаг сексуальности, что ли, так скажем, да. И вот это, то, тоже, значит, это относится к этому состоянию, и когда, ну, вот, кажется, какую-то певицу, говорят, сексуальная она или нет, ну, или певец, как бы, это, как раз способность к некоторому, вот этому состоянию, вот этого напряжения, вот этого напруги, которая способна перерасти в активность. Но часто она сама, как продукт, например, эти самые, стриптиз, как продукты, которые платят очень много денег, и приходят туда для того, чтобы поднять свое некоторое возбуждение. Может быть, поднять, может разработать свои какие-то емкости, вот эти, энергетические, которые вот у Манте Капчира, он за даотскую йогу пишет, у него есть техника сексуальной практики, и он очень хорошо описывает, хотя этого же можно достигать и другими практиками, у него там работа с пятью полными органами, по-моему, шесть целительных звуков, ну, работа с органами, как бы, показывает, что это с этим связано. Это значит то, что позиция между первой и второй, между стойкостью и активностью. Между активностью и контактом, вот, это как раз и есть житие, то, что мы назвали житие. Это проживание и активности, и состояние контакта. Контакта, может, и в себе, со своими какими-то... Вот, смотрите, сейчас о контакте немножко это самое. Вот, как бы, в обычной жизни просто нету таких вот ситуаций, сейчас, во всяком случае, где человеку можно было бы проявить вот какое-то, ну, реально просто вот, как сказать, испуг вот какой-то вот за свою жизнь, то есть вот, как бы, ну, нет вот этих боевых, как бы, вот таких вот. То есть, а у нас с Алексеем вот пару раз, может быть, была такая ситуация, он реально как бы на меня это самое наступает, да, я пропускаю, вот, и получается так, что я испытываю, ну, вот, состояние мгновенной смерти. То есть, я пропускаю удар, там, или что-то, вот. То есть, я... Это контролируемое. То есть, просто это настолько воспринимается телом реальность, сознание знает, что это контролируемое. Но тело воспринимает все это за... Да. И вот, потом, после этого, вот, когда вот уже вот это состояние, как бы, смерти, да, вот, и вдруг вот это вот всплытие, это такое состояние осознанности всего происходящего, не только между нами... Он выступает, ну, в каком смысле? При помощи стойки или при помощи просто ментального усилия? Ну, это типа стрессовое. Удар, в который ментальное усилие вложено, то есть, и все появляются. То есть, именно... Все-таки стойка, да? Пограничное состояние. Мы пробовали шестами, ну, палка дзё в эпидон называется, и вначале я изображаю реальный удар, ну, вот я, поскольку, занимался контактными, там, как бы, удар проводится на той дистанции, не так, что неконтактный. А удар, то есть, если он пройдёт, он пройдёт дальше, но он вовремя останавливается. Это удар. И он чувствуется, что он может продолжиться. Это не просто шейпок, вот этот пустой, а он может продолжиться. И тело переживает. То есть, для тела можно вот такой опыт произвести. Один, значит, человек закрывает глаза, ну, простой, как бы. Другой начинает, сжимает кулак, и относит его, ну, как бы, ударяя к солнечному плетению. Солнечное плетение очень чувствительное. Человек чувствует вот это поднесение. Если пустым кулаком, не наполненной рукой это делать, то этого не слышно. Поэтому вот все те, как бы, когда человека сзади, там, пытаются ножом ударить, понятно, что это слышно. Как? Тело достаточно с ним поработать, оно слышно. Оно и обычного человека слышит, но человек не привык к этому обращать внимание на эти сигналы. Чтобы достигнуть цели, ну, действительно, надо, то есть, вкладываться. И крик, это то, что, ну, киай, как он называется, то, что синхронизирует, вот, как раз, и сознательные наработки тела, то есть, и сознательные, и вот то, что спонтанность, если я представляю, ну, те ресурсы, которые у человека есть, которые, когда он способен машину приподнять, когда, значит, женщина, вот этот пример, когда, значит, ребенка придавила машиной, и она тяжелую машину приподнимает. Ну, есть эти ситуации, что есть ресурсы в организме. В общем, вот через этот, крик, ну, и вообще, кстати, такая тема, что в одном, в боевых искусствах, как бы, такая есть, как бы, ну, так говорится, мастера так говорят, что в одном ударе вся Вселенная. И вот этот удар, вот этот миг, который развертывается в целую Вселенную, такая, ну, вот интенсивность, плюс вот этот переход на проживание вот этого мига, как, собственно говоря, и в каких-то вот таких простых событиях, когда далеко-далеко в Лизу, с куста упала ягленно, или лягушка прыгнула в воду, вот этот плеск воды. И в этом вот развертывании там вот как бы становится, как бы настолько реально видно, что вот эта вся суета мира, такая она неважная, такая она вся какая-то мелкая, и вот как бы более глобальные какие-то вещи открываются. Во-первых, находишь в себе именно живущих, вот этот поток жизни, а во-вторых, самоосознающих. То есть тут мы разрешаем как бы вот три вот этих потока жития, бытия, мышления. Оно по отношению вот к этим, ну, к состоянию, по крайней мере, жития, оно замедленное, но оно тоже возможно как стратегическое, некоторое, ну, если оно, его можно контролировать, сильно не включать, не вовлекаться полностью туда. Немножко, то есть, урезать аппетиты, ну, вот скажем, у головы. Голова это по энергетике, одна, по-моему, шестая часть организма, что ли, на себя забирают, как будто бы я где-то читал. И вот есть даже такие, значит, как бы образы, ну, народный фольклорист, анекдоты. Даже очень такая интересная вещь, что даже хочется иногда что-то такое, типа анекдота Софии, как бы, собрать вот мудрость, вот, которая просказанного анекдота, в очень коротких, именно в русских, потому что, может быть, у нас это раньше когда-то не печатали, когда начинают печатать, это уже не анекдоты, это микрорассказ, который пойдет в форму, значит. И, значит, есть такой анекдот, когда стучится вечером, значит, в окно стук, бабулька, кто говорит там, да это, говорит, я служивую. Он говорит, заходи. Да я не один, я с ефрейтором, говорит. Ну, пусть он, говорит, прибежи его к забору, и заходи. Ну, а ефрейтор, это кто? Это как бы не вы, это тот, кто мечтает стать генералом. Вообще-то, значит. И вот генерал, как бы, есть такая тема в сказках, есть, когда солдат возвращается, вот я не знаю, это русская, по-моему, не русская, как бы, не русская народная сказка, чья-то другая, ну, сказки такие, интернациональные, что возвращается солдат со службы, наверное, 25 лет от служив, и ему, значит, встречается старушка, через речку перейти не может, немощная такая, говорит, «Перенеси меня, пожалуйста, через реку». Он запросто говорит, «Бабуля, садись на ключе». Она ему садится на плечи, он ее переносит, а она слезать не хочет, ноги зажимают, у нее тут вот эти мышцы партняжные, сильные, значит. И так и висит, и он вынужден, значит, чуть-чуть, она, значит, сжимает ему, и он вынужден ее кормить, поить там, все это. Но в конце концов он придумывает как-то, пока она спала, но ноги не разжимала, какую-то сонную ягоду, вино делает туда, кладет, она потом в конце концов прославляет эти ноги, он сбрасывает. А вот у Салтыкова-Щедрина еще в продолжении этого образа как бы есть такая, как бы рассказ, сказка, что это как называется, как один мужик двух генералов кормил. То есть русский человек, он такой, у него такое тело мощное, как вот у Ильи Муромца, богатырское есть в теле, в природе, что он даже двух генералов способен вынести. Ну и так, в общем-то, история показывает, что где-то так и происходит. И вот эта тема генерала и солдата, мы еще хотели напечатать как бы такое сообщение под названием «Подовый сад». и в нем просто как бы вот эта схемка, которая в любых книгах еще как-то, давнишние книги лежали 50-летней давности, как бы, еще в Мичуринской книжке. То есть все это, технология не меняется. Как, значит, в Плодовом саду, допустим, культурные деревья. То есть это отношение к культуре имеет. Ну и тем самым по аналогии с культурой, как культура человека, человечества. И там есть, значит, такое, что чтобы яблоки были сочными, вкусными, но в то же время яблони была жизнестойкой, то совмещают, как бы, то, что называют, то есть два дерева совмещают. Нижняя часть называется подвоем, верхняя – привоем. То есть на какую-то дичку растений из данной местности яблони, которые в лесу могут расти, например, они здесь адаптированы к этим условиям, к местностям. К ним появляются культурные морты южных, морты с южных территорий, морты выведенные. Они срастаются, иногда они не срастаются, делаются промежуточные, еще подвоем один, но, допустим, значит, один. Вот они срослись. Возникает вот эта ситуация при вое-подвоем. Вот как раз вот этого генерала и старушки, или генерала, или вот этого, вернее, солдата и старушки, или солдата и генерала. И, чтобы этот образ усилить, да и вообще, если внимательно посмотреть, то надо нарисовать не просто вот этот образ, где одно на другим растет, а вот как раньше столбы делали. Делают вначале один столб, в землю закапывают, столбы или сопроводки, а потом к нему привязывают проволоку второй столб, чтобы вот этот, когда сгниет, вот этот столб остался живой, тут другой к нему вкапывают, привязывают, как бы, и меняют тем самым. Так вот, и хотелось бы вот такую, ну, то есть, мы хотели такую картинку нарисовать, где, значит, полчеловека, вот так, значит, обробно, и к нему прилита, значит, вторая часть, она из себя представляет вот этого, значит, солдата и генерала. Ну, вообще-то, это еще и базиса надстройка. И, ну, образ уже такой. И для симметрии можно, значит, еще прибавить еще одну такую надстройку, да, это мы назвали фронтальный кентал. Вот. Ну, можно еще одну надстройку пристроить, это тело желания. И оно вот там связано в ту сторону, где мы сейчас говорили, от субъекта, где активность вот в ту сторону, это в сторону. Ну, может быть, сейчас сразу сопоставлять это так не будем. То есть, вот это второе тело привитое, оно тело коммуникации, то есть, то, что связано с мышлением, то есть, человек живет из мышления, из мышления, отчужденный от непосредственного проживания, от бытия, и постоянно это в себе обнаруживает и мучается, пытается как-то это найти, занимается какими-то духовными практиками, идет к психологам и не может. Вот еще такая вещь. То есть, лечить надо не вот эту часть пристроенную, а как бы выращивать, вот это, в общем-то, и есть большой разум, выращивать та часть, которая недоразвита, то есть, человека естественного, то есть, та часть, которая позволила человеку выжить, она связана с мышлением, с упреждением, с просчетом и с манипулятивным воздействием на природу, с ее оккультуриванием, устранением всех опасностей вокруг и так далее. Но она же не дает ему, то есть, она же ему, его беспокоит тем, что он чувствует себя отлученным от бытия. и вот как раз и не потерять завоевание вот этой части и вернуться ко второй, вот для этого, вот эта схема, она как бы показывает, а где это и как возможно, то есть, схема имеется в виду вот этот, то, что мы через фронтального кентавра, значит, можем изобразить, или вот через вот этот чертеж космоса, где вот эта ситуация контакта, она не только позволяет переживать вот этот контакт и в нем состояние жития, но еще, в нем, это не просто состояние контакта, но еще взаимопроникновение вот тут возможно. Вот если говорить дальше про схему космоса, там по каждой позиции еще можно расписать вот эти положения, но вот сразу, поскольку у нас никак не доходит, сразу сказать, что если эту, значит, можно между пятью вот этими, мы взяли в начале три объекта отношения субъект, разложили их на пять, между ними еще, когда мы четыре поставим, получится девять, распределим ее по кругу, по внешней, по окружности вот этого космоса, если мы его графически нарисуем, так, в виде окружности, и замкнем середочку еще одной позиции, которую мы называем, назвали как бы абсолют, если мы идем со стороны мышления, либо дау, когда мы идем со стороны вот оттуда, от активности, от стойкости, то есть, когда мы идем вот со стороны субъекта. Это, значит, космос, мы вхемку обрисовали, допустим, в центре самое главное это вот эта позиция самоосознания, она по отношению вот к этому космосу занимает ортодоктально, пепеникулярно, в общем, это две разные линии на двух осях, возможно, одновременно и то, другое, как бы, включение. Все вот это мы еще более общей у нас тема, тема, которую мы назвали себя-знание, себя-знание это, как бы, перекресток философии и духовности. И когда у нас появляется вот эта позиция самоосознания, то есть, в пределе духовной практики они стремятся достигнуть вот этого состояния самоосознания. И вот на этой схеме это удается показать, а отсюда, значит, беря на вооружение, причем, это человек начинает все прислушиваться, он слышит, что так это или не так. То есть, это не какие-то рассуждения, а описание, для нас это описание нашего опыта, который мы просто вот так нарисовали в виде вот этой схемы. И эта схема позволяет и заниматься, скажем, философией, но и другими то, что связано с деятельностью познавательной, с внешним познаванием и с тем, что вот связано с себя, ну, путь к себе, себя знания. на самом деле, единственное, что вы начали, ну, единственное, что непонятно, вы начали с телесного человека, заканчиваете духом. Это у вас намерение такое было или как бы лжу? Вы начинали, говорим, вы будете говорить о телесном человеке и речь шла о некой полезной практике, о видах единоборства, о видах, медитации и прочее. Мы замыкание такое сделали, вот, может, не до конца договорили, что вот это практика... Человек с телом. Человек с телом. А сейчас человек, получается, что все-таки как он ушел у вас в дух? Нет, в дух ушел. Нет, дух и тела мы показали, где он соединяется. Показали, причем, не мы, а вот этот автор Кацуки, который практика дзен, у него книжка есть, ее риском найти, и он показывает как раз, что телесные практики в результате их, если они направлены на духовное как бы, но через телесное. И это связано с практикой и либо, если даже не идти через эту практику, достигается состояние за дзен. то есть состояние включенности нижнего центра, питания мозжечка, светосознания. да. И все в в